Приветствую дорогие друзья, с вами Паркер, очередной бассет на очередных утерков Саша и Коля. Ну это естественно один и тот же персонаж Коля Романенко, смотрел его страничку и что-то он мне показался очень-очень знакомым и блять, думаю блять где-то я его видел, по-моему этот петушок уже блять где-то мне попадался и потом, твою мать, да это же Джок Зор дорогие друзья, на которых, на которого я уже год наверное назад блять делал бастит. Да дорогие друзья, вот видите у него здесь даже старый ник Будувай, под которым он сейчас играет, а вот и собственно сам бастит, видите да, Джок Зор год назад блять, шерсть вроде должна была отпасть там, хвост отпасть и уже как бы ближе к цивилизации да, какая-то эволюция должна была произойти с человеком, но к сожалению нет, нет, она обошла его стороной. И он по-прежнему у нас хуярит с читами блять на пабликах и скорее всего что у него бущенные аккаунты, ну или наверное покупные, я не знаю, будем смотреть. Первый момент дорогие друзья, очень такой интересненький у него эмботик, очень такой ну сложно можно сказать различимый, но мы-то с вами уже научились определять все эти залипания, да, смотрите внимательно, здесь потребуется очень внимательно смотреть, как у него плавненько, не характерно для рук перемещается прицел, он приклеивается, он даже не то что приклеивается, он переводится очень четко. Ну то есть блять, сложно сейчас будет меня вам наверное объяснить, но кое-где я вам покажу, в чем заключается палево. В общем смотрите внимательно, сейчас будут моментики и на повторчиках нам придется все это дело объяснять, смотрите внимательно, здесь он четко, он всегда, когда модельки стрейфятся, да, во-первых, у него всегда прицел вправо-влево ходит за ними. Во-вторых, первые выстрелы, когда он начинает делать, когда моделька еще не падает, прицел аймбот у него откидывает, прицел вниз и как только эмми умирает, следующий выстрел у него уже прицел улетает в потолок. То есть это основа как бы палевности всех его практически моментов и смотрите, моделька бежит влево такая хуяк и он идеально за ней провожает до момента, как только она останавливается, как только она останавливается, прицел тут же останавливается. Ну попробуйте так руками сделать, пусть все равно машинально как бы, ну у вас прицел немножко съедет и пролетит, но у него такого уже нет, сейчас вот еще на повторчике посмотрим, вот этот замечательный момент. У типочка все в голову, просто все в голову, он ну бля, никогда никого не прощает, у него все залетает в голову, по количеству хедшотов мы к этому еще поподробнее вернемся. Ну а здесь смотрите, видели такая плавная, линейная, горизонтальное ведение прицела, которое не характерно для рук. Здесь опять же смотрите, моделька бегает вправо-влево, идеальный четкий контроль, не правее, не левее, а четко по центру модели, здесь сейчас то же самое будет. Короче здесь он все в голову, все в голову дает, он никогда не промахивается и сейчас самое палево будет у нас по типочку в яме. Сейчас очень подробно, детально рассмотрим все это дерьмо, как всегда дорогие друзья. Давайте первого посмотрим, как у него залип прицел по стрейфящейся модельке, видите моделька стрейфится, но идеально точно он провожает ее вплоть до того момента, как она останавливается. И вот самое главное, смотрите, смотрите как он стреляет и куда у него откидывает прицел в момент, когда подпрыгивает модель. Сейчас еще раз на повторе смотрим, смотрите первый выстрел, видите отдача небольшая, хорошо. Второй выстрел, опять небольшая отдача, теперь смотрите моделька прыгает, моделька подпрыгивает. Смотрите куда у него перелетает прицел, аж блядь я не знаю вверх, сразу же вверх улетает и ровно на такое же расстояние, на которое сместилась модель. Это все очень хорошо видно, в принципе даже без замедления, но здесь x20 дорогие друзья, x20 и очень хорошо все это дело можно отследить. Тут у нас пацаны в Адидасах, дорогие друзья, решил модельки не убирать, блядь, такие четкие пацаны, ровные, тут видимо все играют на паблике, мне так понравились модельки. Веселые, такие в Адиках, чисто бегают, блядь, в кроссовочках, такие жесткие, блядь. Решил на несколько раунд поставить модельки, забавные достаточно. Здесь тоже самое, смотрите, моделька вдалеке стрейфится, да, прицельчик у него четко ее отрабатывает по горизонтальному движению, по горизонтальному движению вообще все четко. Дальше смотрите, здесь момент, первого дернула прицел, было видно, даже нет смысла смотреть, вы это визуально видели и так. Ну и дальше просто все по головам, с любых расстояний, все читает четко, с любых дистанций, смотрите, все в голову. Как я уже говорил, к количеству хедшотов мы с вами вернемся, и вот этот момент очень-очень показательный. Было видно, как он стрельнул намного выше головы, на двух повторах, сейчас жестких, ну и это все дело посмотрим. Смотрите, стреляет выше головы и резко прицел дергается, прям перелетает на голову. Ну и естественно четкий контроль, сейчас еще в одной двадцатой посмотрим все это дело, смотрите, куда он стреляет. Это одна двадцатая, дорогие друзья, стреляет, ну просто, я не знаю, там на полкорпуса, блядь, выше. И прицел ровно скачет, это одна двадцатая. В реальной скорости увидели, как это выглядело, то есть прицел тупо перекинуло сверху вниз на голову. Ну и дальше у него корректировочка идет справа налево, блядь, четенько прицельчик контролится, подвигается, блядь, к голове. Ну это такие микроны, что, блядь, в одной двадцатой высматривать это пиздец, то есть в реальной скорости это просто невозможно было так законтролить. Вот, дикий чувак, сейчас просто посмотрим его статистику, у нас 1530 убийств, 250 смертей и 1348 в голову. Вы понимаете масштаб всей этой хуйни? Это просто нереальная статистика, никогда ни у одного самого жесткого игрока не будет такой статистики. Теперь для примера, я вам показываю статистику Семена Пейнзора, когда он играл на женской атмосфере. Он иногда заходит поиграть, 1200, 410 смертей, 550 в голову, то есть в два с половиной раза меньше, чем фрагов у него хедшотов, в два с половиной раза. И сравните статистику и вы все поймете. Так, ну и у нас Алексей модный, дорогие друзья, посмотрите какой классный, сладкий парень. Скайп, инстаграм, твиттер, фейсбук, лайв-журнал, мобильный телефон, дополнительный телефон, ну просто, блядь, пиарит себя по полной программе. У него такой ник в игре, модный, дорогие друзья. Леха модный, блядь, в шапке, нахуй. Сейчас он покажет, как модные пацаны у нас играют с читами, блядь, на пабликах. Ну и потом, конечно, как они выебываются после этого, какие они серьезно жесткие, как их все заебали банить. Но на самом деле они же без читов, ну как обычно, блядь. Я на самом деле его чисто по фанчику, дорогие друзья, вставил, потому что этот персонаж, ну просто без слез не взглянешь. Смотрите, его обычная стрельба, когда он не может навести крестик на модельку, видите, да? То есть он не может прицел даже, крестик, сука, навести на модель. Это слишком сложно для него. Вот, ну что же происходит, когда прицельчики он наводит в область моделей, мы с вами тоже уже увидим потом. Смотрите, финское ХАЕ. То есть он настолько профессиональный, блядь, что он такие гранаты, у него такие флешки, блядь, такая стрельба, вот эти все дерганья, блядь. Ну надо же подергаться, показать, что я типа жесткий. Вы же знаете эту хуйню, это, блядь. Теперь он АВП у нас взял, все, 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 не промахивается. Раунд назад он крестик, сука, на модельку, которая, блядь, в пяти метрах была от него, не в состоянии было навести. А теперь он фаззумный, блядь, унижает, типа, ох, при том, что видно, где дергается прицел, блядь. Ну это чисто типочек с АМ-ботом, 200% и СВХ играет, скорее всего. Блядь, я уже не помню даже. На самом деле этот бастер отмонтировал еще несколько дней назад, блядь, озвучиваю только сейчас. Чисто нон-стопом, ну, видите, где от центра прицела, то есть чисто АМ-ботик у него здесь откалибровал, нахуй, куда нужно пододвинуть прицельчик, чтобы попасть в голову. Дальше это, ну это пиздец. А, да, моментик со смачком. Сейчас мы будем, блядь, просто финский СМОГ проверять на надежность, блядь. В общем, дефолт, да, чистый дефолт переводит прицел на квадратик, который у нас двигался влево. Ну, спишем на деф, конечно же, обязательно. Обязательно спишем это все на деф. Теперь для вида надо пострелять еще, перезарядиться. Теперь у нас там, блядь, где-то, нахуй, моделька, блядь, по-моему, зависла. Да, сейчас смотрите, так, а, ну, убивает одного и пытается вжимать типа по дефолту. Типа по дефолту. И дальше у нас зависшая моделька, он не одупляет, что она все еще, как бы, ну, жива, да, пытается ее убить. Давай-давай, постреляй. Ну, ну, иди-иди, ладно, ну, блядь, не укусит она тебя, ебаный, бро, давай. Двигайся быстрее, нахуй. Здесь мы увидели квадратик, там, оп-оп-оп, там, квадратик за ящичком. Надо, блядь, как-то его, нахуй, как-то выкурить. Опять, давай, финские раскидки, блядь, как учил у нас Иннокентий. Ну, примерно так, блядь, пойдет, нахуй. Ладно, следующий раунд. Финская хае, дорогие друзья. Финская хае, это слишком, слишком маленькое окно, блядь, чтобы попасть гранатой туда. Это невеально. Финская флэш, видите, блядь, это, я не знаю, какая это китайская, наверное, скорее всего. Блядь, не знаю, какие он демки смотрел с HLTV.org, но, скорее всего, это китайская была. Дальше он ловит в обраточку еще одну флэшку и просто теряется, нахуй. Вот так, ебаный в рот, где желтые текстуры дедуста второго, блядь. Я не понимаю, куда я попал, нахуй. Здесь вообще полная дичь, типа вообще стрелять не умеет. Но, тем не менее, у него все в модельке, видите, все в голову летит. И теперь видно, как у него имбор отбрасывает, блядь, вот эту отдачу. Откидывает обратно на модель, видно, как у него дергается прицел. Этот тип вообще абсолютно безрукий, нельзя в КРКС играть вот этому. То есть он зря вообще начал играть в эту игру, ему нужно было, блядь, чем-то другим заняться. Может быть, в порно-бизнес пойти, там, эти, в гей-порно сниматься, я не знаю, видите, что он пишет здесь. Такие прям сверхъестественные истории, блядь, просто неебические, от которых я просто, блядь, читаю и каждый раз охуеваю. Ну, а с вами был Паркер, удачи вам, любви и терпения, до скорых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok